здоровенькие булы всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться мы с вами только похудение устроенности мы с вами о мотивации мы с вами о дисциплинке мы с вами о питании о движении мы с вами о жизни мои хорошие так как канал у меня похудение а похудение то восемьдесят процентов питания питание движение само собой и сегодня у меня движение было как обычно как всегда у меня все системе все в постоянстве вот самое главное постоянство но мы сегодня питание вот сейчас посмотрим мои тарелочки вам только напоминаю кто рано встает у бог да и кто рано встает тому бог дает я при деле желудки индюшиные желудки суп-продукты очень полезные у меня крупные индюшиные желудки значит хочу сегодня протушить достал из морозильной камеры разморозила в воде находились целую ночь помыла их хорошо не чистенькие сейчас порежу на кусочки и я должна хорошо проварить не просто на сковородку лук морковь протушивается на сковородочке под крышечкой ничего не будет нет буду дубово их нужно хорошо проварить и долго режу на кусочки воду и буду варить я взяла три крупные луковицы режу полукольцами лук должен растомиться можно резать произвольно как хотите кастрюлька желудочками первая водичка обязательно слита лук до прозрачности на растите на масле лучок ожидает только что выключила желудочки сварились варились долго три часа под конец добавила лаврушку и соль лук желудочки соль само собой перец у меня два вида красный и черный еще десертная ложка сметаны меня но сейчас чернослив вяленые меня и яблоко зеленые муцу а сейчас заливаю все бульоном и под крышечку чтобы яблочки притомились приподняла крышечку такие запахи такие ароматы очуметь чернослив пахнет яблочко вот мягкая притомилась и вот пожалуйста а какая вкусная вот эта жидкость какая же она вкусная ухты смокота вкусно меня спрашивают как я отношусь к ферментированным продуктам нормально относимся все домашнее самая самая правильная тарелочка но начну салата вот такая у меня роскошная салатница капустные листочки и в этих капустных листочках ферментированная капусточка кислая капусточка лучок огурчик порезала корнишончики кислые оливковое масло у кого-то домашнее пахучие масло очень вкусно самое главное не перелить масло столовая ложка масла это 180 калорий кусок батона у меня кстати здесь буквально чайная ложка мне просто лично не нравятся жирные салаты и потом хочу напомнить кислая капуста это не значит это лекарство нет я ем кислую капусту но не часто не каждый день мне просто даже не хочется вот я сегодня поем это не значит что я съедаю весь салат нет я поем сегодня кислые капусты завтра уже есть не буду должно пройти какое-то время я насыщаюсь я не по кислому вообще ну кому нравится жкт нормально переносит на здоровье вот вам пожалуйста ферментированная капусточка а вот это самое самое правильная тарелочка вот пожалуйста мясо суп продукты конкретно желудочки желудки имею такие мин protrots и которые способствуют работе нашего желудка а вот если здесь будет печеночка любая вот печеночка имеет такие мин кислоты которые способствуют работе нашей печени но если здесь будет мышечная ткань грудка это наши мышцы. Желудки конкретно для работы нашего желудка. У кого проблемы с желудком, тушите. Тушите любые желудочки. Куриные, индюшины. Готовьте вкусно. Вот, пожалуйста. За счет чего правильная тарелка. Возле мяса нету такого углевода, как каша. Вот такая комбинация. Углевод и белок плохая комбинация. На один белок меньше выделяется инсулина, чем на комбинацию углевод и белок. Вот такая у меня правильная тарелка. Чернослив, вяленый. Очень низкий гликемический индекс с кислиночкой чернослив. Гликемический индекс 30. Кислоя яблочко. Вот, пожалуйста. Красота. Правда? Все-таки мне очень нравится процесс и похудение. И удержание веса. Кто со мной? Всем вкусного, сытного похудения. Да-да, точно. Я хочу сделать безе ореховое печенье. Ссылку на это видео я оставлю в комментариях. Смотрите хоть на прокруточки. Это очень-очень вкусное печенье. И этот раз добавлю вяленую клюкву. Я кипяточком прошлась. И на бумажное полотенце водичка, водичка ушла. Все. Духовочку включаю сейчас и занимаюсь печеньем. Если у кого-то нету шоколада, не страшно. Можно добавить какую-то ложку какао. А можно вообще и без шоколада, и без какао. Печенье находилось в духовочке 2 часа. Духовка, конечно, выключена. И вот, пожалуйста, 9 печенюшек таких. Интересное печенье. Вот вяленая клюква у меня первый раз. Вкусно. Готовьте. Ссылочку на это видео безе ореховое оставляю в комментариях. Правда вкусно? Правда аппетитно? А сытно как? Мои хорошие, смотрите видео хоть на прокрутке. У меня в каждом видео есть готовка. В каждом видео. Я невкусное есть никогда не буду. И меня никто не заставит есть невкусное. Ты что? Ты худеешь? Это такое ПП питание. Тут очень мало калорий. Никаких калорий. Подсчетов мне не нужно. Не делайте мне нервы. Не нужно мне это делать. Нет. Мне нужно питаться вкусно и сытно. И не выходить из зоны комфорта. О, тогда будет классно. Тогда будет классно. Я даже советовать всем буду. Слушай, это классно. Ты не будешь нервничать. Ты не будешь никогда голодной. Ты будешь вкусно есть. Красиво, красиво. Смотрите, прелиз названия соответствуют теме. Котлеты с грибами. Крученики с грибами. Печеночный торт. Жареная сельдь. Пицца из цветной капусты. Пицца бомба-ракета. Такая есть еще. Ох, обалденно. Нужно сделать. Давно делала. Сделаю на днях. Сделаю. Ну, то есть, смотрите прелиз. Название соответствует теме. У меня отдельно нету вот этой готовки. Нету людей. Нет. Я не буду этим заниматься. Мне некуда этим заниматься. Значит так. Вспоминаем. Вчера рассказывала, да. Целлюлоза. Так полезно. Нашла редьку в холодильнике. Люди добрые, да. Что вы думаете? Я ее потерла. Почистила, потерла. Никто и не замачивала эту редьку. На тертушечку, да. На терочку. Добавила оливковое масло. Сольки немножко. Взяла вилочку. И вот с этой мисочки сразу начала есть. Это было 10 часов вечера. 10 часов. 22.00. У меня поздний эубиотический ужин. Эубиотика. То есть, еда не для меня. Не для моего удовольствия. А для бактерий. Думаю. Я делаю эксперимент. Такого еще не было. Значит, поела, да. И сразу побежала в кроваточку. Лила, да. И ожидаю. Урчание, бурчание. Не было. Не было, не было. Думаю. Ничего, ничего. Значит, все нормально. Не всегда бурно все с аплодисментами проходит. Все спокойненько. Все будет отлично, Таня. Мои хорошие. Утром просто открылся краник. У меня такого не бывает. Я ж не по диареям. Не, я по запорам. Мне кто-то скажет, а ты попробуй обваренный бурячок. А ты попробуй там черносливчик. Я тонами ем чернослив. Я молоко могу запить. Селедку могу запить молоком. Да. Огурец свежий. Меня это не берет. Меня это не берет. А тут просто краник открылся. Поэтому немедленно, немедленно пробуйте, репетируйте под себя, экспериментируйте. Это хороший эксперимент. Вы от этого эксперимента не умрете. Вам хуже не будет. Это работает. Я побежала сегодня в Сильпо. И хотела купить редьку какую-то эту, да? Мне Галочка Голицына сегодня похвалилась. Рассказывая, она говорит, там, кажется, дайкон, кажется, так называется. Я никогда не покупала. Я не по редьке. Не, не, не. А тут, слушайте, нигде нету. Теперь это у меня будет фаворит. Точно как сельдерей. Тики, побачу редьку, сразу купляю. Все. Теперь я буду обращать на этот продукт у людей внимание. Буду обращать внимание, то есть на, у людей. Понятно? Немедленно. И есть только. Перед сном, за 20 минут, и принимать горизонтальное положение. Вы поняли? Не просто 5 часов поела, котлету закусила. Это редька натертая. Нет. Вот конкретно. Отдельная еда. Целлюлоза. Вот попробуйте. Так. Классно. Классно. Мне понравилось. Слушайте, слушайте. Я не ожидала. На меня такой отрубе не работают, как вот эта вот редька. Классно. Классно. Мое. Буду употреблять. Так. Ну а сейчас давайте почитаем комментарии. Кто-то может сказать. На меня работает запеченное яблочко. Да? Запеченное яблоко. Фруктоза. Раз. Редька. Это не фруктоза. Запеченное яблочко. Да. Это пектины. Где больше всего? Пектина. Да? Что такое пектина? Это клетчатка. Растворимая клетчатка. Да? Больше всего пектина в кожуре запеченного яблочка. Но яблоко запеченное на меня так работать не будет. Никогда. Люди. Нужно все сравнить. Вот я сравнила сейчас. Это вообще бомба-ракета. Классно. Так. Читаем комментарии. Татьяна. Доброе утро. Я вам премного благодарна за ваш труд, за знания, которыми вы делитесь. У меня стул наладился конкретно благодаря отрубям. Теперь без них никуда. Регулярный стул. Это действительно очень-очень важно. Еще бы. Это вообще-то здоровье. Я сейчас в процессе похудения. Вес уходит и абсолютно не испытываю голод. Ваши советы на вес золота. Хороший комментарий, правда? Вот человек употребляет отруби. Да? На меня тоже. Вот как я начала употреблять отруби. Все. С первого дня. С первого дня. Кто-то говорит, а когда вы пришли до результата? Да? С первого дня, люди. С первого дня. Следующий комментарий. Так, здравствуйте, дорогие мои друзья. Тоже благодаря Тане приучила себя к нордику. О, к нордику от отруби. Ничего не болит и не пучит от... Как от пшеничных отрубей. Живот взрывался. А от нордика нет такой побочки. Зато поражение легко и непринужденно. Значит, овсяные отруби и пшеничные – это разные отруби. Пшеничные – это, как и ржаные, это метла. Они тяжелые. Самые легкие – это овсяные отруби. Самые полезные овсяные отруби. Неважно, какая фирма. Находите, может быть, у вас, где вы живете. Есть ваши овсяные отруби. Они тоже будут хорошие. Овсяные отруби – самые легкие. Пшеничные – тяжеловатые. Можно делать ассорти. Больше овсяных, меньше пшеничных. Пшеничные – это конкретная метла. Это разные отруби, разные. Так, читаем дальше комментарии. Читаем, читаем, читаем. Так, хорошо, нашли. Да, вы свет в конце туннеля. Ой, какая прелесть. Моя семья поменяла привычки в питании. У мамочки 72 года появилось желание жить. Еще бы. У нас такие мотиваторы. Люда, 77 лет, да? И женщину я встретила в 81 год. Люди, есть эти видео. Кто не видел, смотрите немедленно. Есть эти видео. Я оставлю ссылки. Может, какой-то новенький человек, да? Тяжело найти, да? Я оставлю ссылки. Смотрите, это мотивация. Маме 72 года. А люди 77 будет весной. Огонь. Так. А моему сыну 14 лет. И он пересмотрел свое питание. Благодаря вам. В этом возрасте тяжело достучаться к детям. Но у вас это получилось. Ой, приятно тогда, люди. Получилось, да? Ребенок нас услышал. Даже ребенок нас услышал. Правда? У меня когда-то был мальчик. Я вам сейчас расскажу историю такую. Знакомый мальчик. Значит, он очень любил со мной петь на польском языке. Яна Ивановна, ну давайте споем на польском. Ну давайте споем. Ну давай, Игорек. И мы с ним пели на польском. Проходит время. Это было давно. Этот мальчик, я узнал от мамы, в Польше поступил учиться и преподает польский язык в Польше. А начинал со мной в 6 лет петь на польском языке. Он, 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 дайте, а я кумрен, поховайте. На зеленой Украине, при кохании моей девочине. Хей, 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 соколи. О, мий, яйче. Гориласы, ржеки, доуи. Дзвонь, 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 слонечку. Мой степовый. Дзвонь, дзвонь, дзвонь. Она одна там застала. Препиурика моя, моя, мала. А я один в обсе стороны. Днем и ночом тенскнишь до нея. Хей, 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 соколи. О, мий, яйче. Гориласы, ржеки, доуи. Дзвонь, 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 дзвонечку. Мой степовый. Дзвонь, дзвонь, дзвонь. Так вот, по поводу деток, да? Питание. Ребенок, да? Вот. Ну ладно, мы уже, да? А тут ребенок нас услышал. Ребенок. И вот родители должны понять, чем кормить детей своих тоже, да? Сейчас ожирение просто процветает. Вы посмотрите на детей. Я вижу детей, которые идут с рюкзачками в школу. Они как пингвины ходят. Ножки, ножницами. Мальчики и девочки. И мальчик, и мальчиков очень много, да? Чем кормить ребенка утром? Вопрос. Только не сладким. Только не сахара. Только не сладкие каши. Если каша, то ребенку можно дать гречку. С хорошим кусочком сливочного масла. Это да, обязательно жиры. Не будет гипоксии. Не будет гипоксии, значит, в школе не будет сидеть на уроке. Не будет зевать. Потому что сейчас все зевают. Идут в школу и зевают. Почему? Питание такое. Только ребенок утром ест сахара, сладкая овсяночка, кто-то с бананкой, с бананчиком, да? Мама по-быстрому сделает. Давай овсяночку тебе сделаю по-быстрому, да? Там молочка она льет. Сахарку положи, сыночек, тебе. Да, сахарку туда бац еще. О, я тебе еще меда положу. О, банан еще туда. А хочешь, съешь бананчик. Там бабулечка, внучку своему, да? Бананчик съешь. Что получается? Ребенок идет в школу. Он уже в сахаре весь. Все, все. Выделяется инсулин. Энергия у ребенка зашкаливает просто. Зашкаливает через уши. Он пришел в школу. А у него первый урок. Математика. Нужно сидеть и думать. Туда-сюда, туда-сюда. Сахар падает в крови через время. И ребенок сидит, и он никакой уже. Он уже не может думать. И у него плюс еще гипоксия. Он не получил ресурса правильного. Гипоксия. Что такое гипоксия? Это правильный сурфактант. 99% жира, 1% белка. Гипоксия – это нехватка кислорода в крови. Как ребенок будет сидеть в школе, там же дышать и так нечем. Он не думает. Он на математике, у него энергии уже нет. Все. Пока весь он съел, пошел, пришел, энергии нет. А у него первый урок, сочинение, математика. А у него может быть шило в попе. Он энергию получил, допустим, да? И он не может думать, потому что шило в попе. Поэтому ребенок идет в школу. Гречка – да. Ребенку. Сливочное масло – да. Яйцо поджарили. Я тебе на бекончиком, на красивом сделаю. Смотри, какой кусочек бекона классный, да? Сейчас два яйца тебе поджарили, да? Классно. Или, допустим, поешь творожку. Смотри, какой творожок хороший. С йогуртом. О, смотри, какой хороший йогурт. Сделайте красивую тарелочку. Ребенок с удовольствием съест. Или те же яйца пашот. На днях покажу красиво. Ребенку сделайте. Вот я вам даю честное слово. Это будет здорово. Если у ребенка первый урок физкультура, тогда да. Тогда можно и в сианку сладкую. Потому что он отгоняет, он отработает. Но если это математика, вы спросите, какой у тебя первый урок. Думать нужно. Усидчивость должна быть, да? Зевоты не должно быть. Энергия не должна бежать через уши. Поэтому, если ребенок идет в школу, запоминайте. Давайте нормальную еду. Вот конвейер. Что на конвейер вы положите, да? Вот он будет и развиваться. Если должна работать голова, положите продукты, которые будут на данный момент нужны. О, в голове, а не попе. Потому что положите такие продукты, что будут развиваться только другие части тела. Самое главное, какой ресурс на этом конвейере. Понятно, да? Утром не сахара. Творог, сметанка, йогурт, яйца. Красивое исполнение делайте. Украшайте тарелочку. Будет ребенок ест. Та же гречневая каша. Сливочное масло кусочек 20 грамм. 20 грамм. Голова будет хорошо работать. Чтобы голова работала, жилы должны быть. Чтобы гипоксии не было. Никакого банана утром. Это чистый сахар. Магний. Ничего там вообще в нем нету. Зеленые рвут и привозят сюда нам. Так, ну хорошо. Дети у нас прислушались. Да? К нам прислушались, вернее. Еще один комментарий. Я получила его давно, дней пятого назад. Добрый вечер, уважаемая Татьяна. Как вы относитесь к меду на ночь? Пол чайной ложки. Очень помогает уснуть. Отлично. Прекрасно. Вам помогает? Пожалуйста. Пожалуйста. Вам нужно стронять. Самое главное, не часто, немного. Ну, пол чайной ложки, даже чайная ложка, это нормально. Нормально. Самое главное, количество. Количество. Сколько вы съедаете меда. Самое главное, не на скрипку хлеба с маслом и с медом. Такая скрипочка, да? Смачно. Очень вкусно, да? Хлебушек, маслечко. Пару столовых ложечек меда, да? Нет. А если немножко, да запросто. Я тоже себе позволяю, ну, в принципе, так, не на ночь, но чашечка чая у меня часто, вечером. Мне так хочется, мне вкусно. Мне вкусно, да? Мед у меня всегда есть. Всегда есть. Если я хочу, я себе позволю. Чайная ложка, ну, максимум две, не больше. Если стронять, самое главное, не каждый день. Мед. Не в большом количестве, я имею в виду. Чайная ложка, это нормально. Как мы можем свой мозг обмануть? Есть один вариант обмануть свой мозг. Это небольшое количество глюкозы. Вы больше мозг свой ничем не обманете. Пожалуйста, ничего страшного в этом нет. Даже если вам нужно постранить. Самое главное понимать, что мед – это сахар. И все. Мед – это сахар. Но вообще люди считают, сейчас я немножко так о меде, да, я постараюсь быстро. Люди считают, что мед в себе содержит чудодейственную силу. Нет рук ног? Намажьте раны, вырастут руки-ноги. Пулевые ранения затянутся. Слепой? Так закапай глаза медом. Ты что, сразу прозреешь? Ты глухой? Закапывайте уши медом. Простудила? Медом закапывай. И с фанатами меда вообще спорить бесполезно. Не нужно этим заниматься. У них нету аргументов. У них все на веру. Вот так учили родители. Мед – это полезно. Хотя мед – это чистый сахар. В меде нашли вещества, которые могли бы тормозить очень плохие заболевания. Но количество этих веществ мизерное. Придется есть мед в очень больших объемах. Это убьет намного раньше, чем будет какой-то положительный, наступит какой-то положительный эффект. Это летально. Вот 70% сахаров таких есть, сахара чистого, да, это летально. 40% – когда человек мало употребляет углеводов, мизер. Я живу без углеводов. Это тоже летально. Так нельзя. Почему это работает, допустим, в лабораториях? Потому что в лабораториях работают конкретно с экстрактами. То есть из большого количества меда достается вещество. И оно, это вещество, концентрируется. Работают в лабораториях с пробирочками. Мед содержит в себе, понятное дело, аминокислоты. Но количество, количество, сколько нужно съесть меда, допустим, с трехлитровой банки, чтобы получить количество этих веществ. Это не лаборатории. Пробирок у нас нету. Вот я приготовила яйцо, хочу показать. Смотрите, яйцо. Таня взяла еще яйцо, да, как модель, как модель, люди, да? Яйцо домашнее, кстати. Для того, чтобы получить количество аминокислот эквивалентно одному куриному яйцу, нужно съесть 4 килограмма меда. Да что ты говоришь, Таня? А вы найдите такую информацию. Одно куриное яйцо эквивалентно 4 килограммам меда по аминокислотам. То есть 4 килограмма меда, наоборот, эквивалентно одному яйцу. Представляете? Яйцо, эмбрион, зародыш, тело, да? Поэтому не увлекаемся медом. Полные люди почему-то считают, а я не ем сахар, ты что, ты что, только мед у меня. Вот мед, да. Я не буду поправляться, если заменю сахар медом. А может быть, я даже худеть еще на меде буду. У меня чайная ложечка в руках. Так вот, чайная ложка сахара весит всего лишь 5 грамм. Из них это 5 грамм углевода. Значит, 5 грамм сахара, 5 грамм углевода. Это 20 калорий. Равняется сахар 5 грамм 20 калориям. Чайная ложка меда весит 10 грамм, тяжелее. Водичка. Из них углеводов 8 грамм. Равняется это 32 калории. Чайная ложка меда это 8 грамм углевода, 32 калории. Сахар 20 калорий, а мед 32 калории. С чего худеть будем, а? Сахар это что? Глюкоза плюс фруктоза. Состав меда. Углевода 81%. Состав меда, углевода 81%. Глюкоза 34%. Фруктоза 36%. Сахароза 9%. Глюкоза и фруктоза. И мальтоза 2%. Глюкоза плюс глюкоза. Мед это чистый сахар. Витамин очень мало. Очень мало. Там, допустим, 80% ведет 81% углевода. Где-то 16% ведет водички. Остальное витамины очень мало. Чистый сахар. Человек ест мед, заболел, не выздоравливает. Мед это проблема сладкоежек. Люди, конечно, наши верят в чудеса. Уберем из меда сахар, уберем воду. Что останется? Для хейтеров, для людей, которые сейчас начнут мне писать, я подчеркну, что информация не говорит, что мед это плохо, это вредно. Нет, он не вреднее пустых продуктов. Это сладость. Это только сладость. Въелося в нашу культуру. Мед полезно. Раньше люди использовали мед, да? Ну, давно, в каком-то там столетии, да, мед употребляли. Был более такой настоящий мед, да? Но люди раньше вымирали деревнями. Ходили беззубые. Старуха лет 35, да? Что-то никто не молаживался на меде. Было такое. И сейчас такое. Поэтому с медом нужно быть очень осторожными. Мед это 80% сахара, 18% водички, да, и только 2% витаминчиков. О чудо мед! Поэтому мед используем только как сладкую конфетку. Мои хорошие, мы сегодня и о желудочках, и о печенье, и о редьке, и о меде. Мы все успели. У нас такая обширная информация сегодня, правда? Но это питание, питание. А питание, это наше похудение, 80%. Мы должны быть крепкими орешками. У нас должна быть основа, фундамент знаний. Тогда теорема будет решаться очень-очень легко. То есть теорема, это похудение, будет проходить в удовольствие. Мои хорошие, ну все, наше время истекло. Я, как всегда, хочу поблагодарить всех вас за просмотр моих видео. Я благодарна всем вам за общение, за комментарии. Пишите, я всегда стараюсь всем отвечать. И большое спасибо всем за лайки. Худеть несложно. У нас с вами все перед носом. Нужно подходить к своему питанию, к похудению, обдуманно и осознанно. Увидели мед, баночку, да? Подумали, возьми чайную ложку, не больше. Ну ладно, еще пол чайной ложки. Хватит. Все, остановись. Тормозите себя. Мед, это только сладкая конфета, да? Мои хорошие, я с вами прощаюсь. Как всегда, всем Божьей помощи и Божьего благословения. Всем до встречи. Дальше будет.